Привет, дорогие друзья! С вами снова Дагмаманя и мои собаки Сапиевен. И сегодня мы вместе с вами будем делать игрушку для собаки своими руками. Мы будем делать сегодня с вами вот такой вот прикольный канатик. И что нам понадобится, чтобы сделать такой канатик? Ножницы? Ткань может быть любая. Может быть это футболка, которая вам надоела. Или какие-то ткани, которые валяются дома и никому не нужны. В общем, любой материал на ваше желание и усмотрение. Нам не понадобятся никакие нитки и иголки. Ну что ж, поехали! Я взяла старую полосатую футболку и старый салатовый махровый халат. Нам нужно нарезать 4 полоски. Две из одной ткани и две из другой. Размеры длины вы выбираете сами в зависимости от того, какой у вас будет размер игрушки. Я делаю игрушку для маленьких собак, поэтому я режу полоски шириной примерно 10 сантиметров и длиной около метра. Дальше получившиеся полоски нужно хорошенько потянуть в разные стороны. То есть растянуть, чтобы они стали уже, длиннее и как бы свернулись в трубочки. Итого у меня получилось по две полоски. Две полосатых и две салатовых. Они примерно одинаковой ширины и вот такой вот одинаковой длины. Достаточно длинные. Когда полоски готовы, их нужно выровнять, взять в один пучок и завязать концы в крепкий узел. Затем мы начинаем плести наш канатик. Вариантов плетения может быть множество. Я выбрала не самый простой, но интересный. Проще всего это делать сидя, зажимая узел канатика между коленок. Для начала мы раскладываем веревочки в подобие креста. Две веревки одного цвета направлены вверх и вниз, а две другие вправо и влево. Чтобы сделать первое деление канатика, мы загибаем правую веревку влево, а левую вправо поверх двух других. Получается такое подобие английской буквы S. А затем веревку, направленную вниз, протягиваем сверху и вставляем в образовавшуюся петлю слева сверху. А веревку, направленную вверх, протягиваем также сверху и вставляем в образованную петлю справа снизу. В итоге получается тоже подобие буквы S. Теперь мы берем концы веревок и начинаем постепенно завязывать в узелок, но стараемся регулировать, чтобы узелок получился как бы квадратный, состоящий из четырех веревочек. Затем мы повторяем все это до того момента, когда вас устроит длина канатика. Повторим. Загибаем правую веревку влево, поверх двух других. Левую вправо, поверх двух других. Подобие английской буквы С. Веревку, направленную вниз, протягиваем сверху и вставляем в петлю. Веревку, направленную вверх, протягиваем также сверху и вставляем в другую петлю. Получается вторая буква С. Берем концы веревок и постепенно завязываем в квадратный узелок. Стараемся регулировать веревочки не перетягивать и быть аккуратными. Постоянно регулируем квадратик. Повторяем до нужной длины. Когда длина канатика вас устраивает, нужно завязать еще один крепкий узел из всех веревок с другого конца. Лишнюю длину веревочек обрезаем. Получается такая цепочка канатик с вот таким вот узором по диагонали. Поэтому я и использовала два цвета, чтобы этот узор был заметен. Можно использовать больше цветов или один цвет, но тогда узор будет менее яркий. Получается красивая яркая игрушка для перетягивания и чтобы погрызть. Очень экономичный и бюджетный вариант. Потраченное время 15 минут. Можно делать разный дизайн и плетение и использовать разные цвета. А также можно регулировать жесткость и мягкость при помощи ткани и вязания. Ваша собачка точно останется довольной. Вот так вот старая футболка и халат превратились в игрушку для собаки, которая выглядит вполне себе как будто из магазина. А если вы хотите видео, чтобы мы сделали еще какую-нибудь игрушку для собак своими руками, ставьте лайк. Вот такой вот паучок для большой собачки. Вот такой вот простой классный очень канатик, очень плотненький такой из ненужных наволочек. Маленький пушистый канатик для маленькой собачки. Что у меня есть для вас? Вот такая игруха. Вот такая вот классная игруха. Паучок из каната. Я пошла. Эйвен, смотри, какая игрушка. Эйвен, смотри, какая игрушка. Какой карнотик. Эйвен, ну ты что, давай играть. Что ты делаешь? Я занят, Софи, не мешай. Разуме яблока. Яблока? Где яблоко? Ты туда смотришь, Софи. Хе-хе-хе. Яблочек. Что ты сказал? Мам, ты что? Мам? Мама? Мам? Мам, ты что думаешь? Мам, ты же только что говорила что-то. Мам, мамуля, мамочка. Так что, если вы хотите увидеть на нашем канале. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.